здравствуйте руслан мы сегодня с вами встречаемся в москве перед вашей поездкой на кубок европы в грецию но хотелось бы задать вам несколько вопросов которые могут заинтересовать наших слушателей которые смотрят в наше видео интервью когда вы впервые пришли в дзюдо сколько вам было лет мне было 8 лет я начал заниматься в сельской школе станет старой величковской затем приехал город краснодар и уже четвертый год там под руководством тренеров тренируюсь краснодаре а кто стал инициатором вот вашего занятия дзюдо кто вас подтолкнул на дзюдо или как там или сами когда были но жили в станице там все дяди братья старшие ходили на борьбу но я смотрел как они борются были какие-то там достижения может небольшие маленькие и меня это ну толкало меня это на занятия идти и вот так получилось в дзюдо пришли еще не имея никакой подготовки или чем-то дзюдо занимались там футбол не знаю бег там теннис там что-то маленькие дети бегали но ходил на штангу ну сначала занимался тяжелоатлетикой потом понял то что это а почему тяжелоатлетикой тоже потому что было у вас все летит отец тоже и дядя был мы занимались тяжелоатлетикой и вот я тоже сначала пошел на тяжелоатлетику мы понял то что это как не мое это и потом как большинство моих старших братьев дяди мы ходили на борьбу большинство а борьбу они какой борьбой занимались тоже дзюдо и вот я тоже пошел на борьбу и остался до сих пор занятие дзюдо не мешало ли вам учиться в школе а сейчас продолжать обучение в колледже да вы в последующем планируете поступить в кубанский университет физической культуры не мешает ли занятие дзюдо причем на вашем профессиональном уже высоком уровне для занятий нет не мешает совмещаем учебу с дзюдо пытаемся совмещать ну получается ну при всем желании можно совмещать и учебу и дзюдо в общем у меня получается это чем привлекло вас дзюдо вот вы когда понятно что вы пришли в дзюдо да на глядя на ваших да на дядю там ну а чем вот так вот заразило именно по-настоящему дзюдо ну я понял что у меня начало получаться какие-то результаты пошли по детям потом был и были кадетские первенства тоже удачно это уже соревновательно а вот именно в начальном начальном этапе что вас вот именно зацепило что знаете как вот вот понравилось что что вы все-таки не стали не ушли а стали постоянно ходить ну это вы помните какой-то вот этот вот толчок чем у вас ну как сказать нравилось мне это может просто внутреннее было ощущение а вот чем на ваш взгляд дзюдо отличается от других видов борьбы возьмем там вольную греко-римскую или там сумо самбо много разных видов чем в чем вот изюминка дзюдо на ваш очень красочный вид спорта амплитудные броски присутствуют и вот есть там правила определенные если например ты там не борешься тебя наказывают и вот заставляет бороться и из-за этого получается красивая борьба очень яркая борьба в связи с этим вы больше ведете свой поединок дзюдо или вообще вы как бы атакующий или вот или защитник больше или от защиты ведете свои поединки ну смотря как схватка складывается но в основном пытаюсь атаковать не отстаивать идти в атаку атакую ну получается любимая техника дзюдо больше вам нравится работать в стойке ли в партере руками ногами или корпусная техника ну работаю больше получается работать в стойке в основном там работа ногами и получается в корпус проходить ну корпусная борьба тоже присутствует вы боретесь в тяжелой весовой категории это самому детству у вас идет вы всегда боролись в плюсе или вы как-то как ваш друг приятель да из команды россии как михаил угольников вы перескакивали через категории или вы все время в плюсе нет все время боролся в плюсе но с малых лет был большим а много ли ваших сверстников вот за этот период сколько вы занимаетесь дзюдо изучаете дзюдо осталось дзюдо вы прослеживали вот эту тенденцию допустим с кем-то вы боролись по по детям они до сих пор борются или по по юношам или многие уже как бы закончили ну вот в основном кто сейчас там показывают результаты но тот же миша игольников колесник александр вот они ребята боролись мы с миссию ну с маленьких лет боролись они до сих пор борются есть ребята которые боролись и выигрывали и ну их сейчас нету я не знаю почему они ушли а как вы думаете почему вот так вроде бы человек показывает результат спортивный да соревновательный и потом вдруг заканчивает чем-то связано не знаю может мне желание пропадает заниматься он думает что а как вы себя подстегиваете вот у в принципе да вы каждый день вы смотрите каждый день одно и то же тренировка зал тренировка зал как вы себя постимулируете как подстегивать поставил себе цель может быть для самого себя ну и сам пытаюсь самосовершенствоваться и вот это нужна и мотивация вы участник уже нескольких это можно даже может быть на руке не хватит пальцев чтобы там но больше пяти наверно до перец россии вы прошли до участник перец европы и мира медалист этих соревнований что дает вам участие в этих мероприятиях чему учит вот вообще соревновательный поединок и обобщенно чему учит дзюдо именно вас ну вот международный старт и вот российские старты первенства россии дают очень много опыта в дальнейшем чтобы бороться но планируем вообще сейчас юниорский идет до 21 года потом уже будет переходной мне еще один год буду по юниорам бороться а потом уже до 23 там уже мужская команда и вот опыта добавляем опыт чтобы там бороться уже на мужской арене сейчас будет идти ряд отборочных турниров дали как на кубке европы которых вы принимаете участие это там вы будете набираете рейтинг для участия в пересе европы и пересе мира у вас желание попробовать побороться и там и там вот в прошлом году вы боролись и на европе и на мире вы также хотите попробовать на сегодняшний день пока в вашем активе есть серебряные бронзовые медали до перес европы мира а золотые медали с кадетской европы есть пока с кадетской то есть у вас вы хотите по юниорам пока у вас нет золотой медали большая конкуренция в тяжелой весовой категории вообще в мире вот по вашему возрасту но не мало как вы думаете вот большая ли разница соревнования по кадетам или по юну по юношам по кадетам и по юниорам если какое-то отличие в чем на ваш взгляд конечно есть в кадетах было полегче бороться сейчас уже эти же кадеты подросли набрались опыта ну так же как легче в чем вот больше в кадетах больше вот такой озор насти и кбр Lisa или что это не та борьба которая сейчас у неё это 2 разные вещи кадетская борьба и юниорская ну ты-то я сам попробовал как говорится но это 2 разные вещи по кадетам чуть полень а вам как больше нравилось кадет или юниорская Вот для вас что больше присуще Кадетская борьба Или все-таки уже более Более зрелая, наверное Вы по физическим своим данным Больше как бы физически Боретесь или все-таки У вас присуще больше Осмыслением Или у вас 50 на 50 Ну выходят, есть противники И побольше меня там В разы есть поменьше Ну это смотря как Ход схватки складывается Там уже По обстоятельствам смотрю Но в основном 50 на 50 И физически, и технически Вы спортсмен Ну и с достаточно хорошим чувством юмора Ну как бы С нашей Мы беседовали до интервью с вами Какой-то Если есть такая возможность Вы можете рассказать какой-то смешной анекдот Или историю Там Жизни Дзюдоиста Ну у нас Как видите У нас не скучно бывает Постоянно друг над другом шутим Ну А вообще вот В команде Друг над другом шутите Ну Это как вас сомневается Спокойно? Все адекватно? Да, все адекватно Ну все друг друга понимают Ну мы шутим конечно так Чтобы все понимали Но таких случаев не было Что там Никакие-то недопонимания между нами У нас очень сборная Очень дружная сборная Ну и так Все друг другу общаются очень дружно Там куда-то идем все вместе Держимся Ну все друг друга понимаем А помимо дзюдо Какие у вас увлечения? Ну допустим Что там Вы там Чем-то увлекаетесь? Помимо дзюдо Ну понятно, что дзюдо Это профессиональное Да уже достаточно становится Ну в свободное время В основном провожу там С близкими людьми Пытаюсь проводить время Так как ну Постоянно у нас сборы Там ставят Выезжаем очень часто Когда дома бываю Пытаюсь Ну Проводить время С близкими людьми Там Братья, сестры, родители Друзья Ну гуляем И вот так проводим время Интересуетесь ли Какими-то Там Я вот До интервью Как бы вы сказали Что вы сейчас увлеклись историей Историей чего? Не можете немножко вкратце сказать? Ну своего народа Прядков своих Изучаю Скажите, потому что Многие не знают Какого народа? Ну я по национальности курд Да И вот изучаю Там историю Своих предков Как они жили Где Вас это увлекает На сегодняшний день? Да, мне нравится Вообще история нравится Да, много чего О своем народе не знал Вот читаю книги Узнаю много чего нового Мне это нравится Спасибо большое, Руслан За ваше Хорошее интервью И желаем вам удачи На турнирах И надеемся Еще увидеться Еще возьмем Не одно с вами интервью Спасибо большое Субтитры сделал DimaTorzok